Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Я тут стараюсь, снимаю для вас контент. Все-таки смотрят меня без подписки, поэтому это нужно обязательно исправлять. Нажимаем на вот эту красную кнопку и делаем ее серой. А сегодня, как вы понимаете, у нас клубничка. И наверняка все девчонки из Баку будут спрашивать, где же я купила клубнику в марте. Где купила, там больше нету, потому что все, что там было, я купила. Там были вот такие вот упаковочки, я взяла все, что было. И было очень, девочки, дорого. Пришлось продать правую почку. Но я подумала, канал с мукбанками у меня один, а почки две. Поэтому почему бы не взять? И здесь у нас крем сделала шоколадный, вот такой белый. Мне прям не терпится попробовать. Хотя, если честно признаться, за кадром пару штук я схомячила. Макаем. На удивление, клубника очень вкусная. В начале сезона она бывает нереально вкусная. Уже в конце, то ли нам надоедает как-то, она уже приедается, то ли она уже в конце не очень вкусная. Недели две назад я смотрела корейского мукбанкера, и она прям вот с листвой кушала клубнику. Вот прям так вот целиком. Вот так вот. Это удобнее даже. И тоже вкусно. Но меня, как всегда, наверное, судят в комментариях. Если девушки беременяшки меня смотрят, я извиняюсь. Крем это взбитые сливки. Можно было, конечно, купить вот этот крем, который вот так вот пшикается. Но не очень вкусный. Вид, конечно, классный. Но не очень вкусный. А вот этот прям топ получается. Беру специально жирные сливки, взбиваю прям до плотных пиков. Мама всегда ругает, когда я клубнику со стеблем кушаю. Она говорит, ты что, как животное? Ну, пока ее нету, пока она не видит. Причем такая крупная. Это, скорее всего, выращивают в парниках. Или она привозна, я даже не знаю. Читала комментарии. Некоторые меня спрашивали на тему того, как я сняла сережки. Я не помню, я рассказывала на канале или нет. Но в инстаграме точно я вам показывала. Я начиталась комментариев. И, понятное дело, огромное спасибо вам за эти комментарии. Просто у нас руки не с того места растут. В общем, мама начиталась. Мама говорит, что ты пойдешь к ювелиру, еще позориться и так далее. Давай я сама тебе сниму эти сережки. Нужно всего лишь щипчиками сделать надрез. И отрезать этот силикон. Кто не в курсе, у меня были сережки. Точнее, они есть, но уже в порванном виде. С вот такой висюлькой. Я не знаю, как они называются. Я вам фотографию прикреплю, чтобы вам было понятней. И, в общем, силиконовая заглушка, которой я закрыла сережки, она затвердела со временем. И сережки невозможно было снять. Зачем я это как попугай второй раз рассказываю? Вдруг есть люди, которые не смотрели предыдущие видео, они не поймут, о чем идет речь. И, в общем, потихоньку-потихоньку мама одну сережку сняла. Нормально сняла. А вторую, видимо, не рассчитала. И получилось, что вторую порвала. И одна из деталей, кстати, еще потерялась. Я ее так и не смогла на полу найти. Ну, как одна из деталей. Просто одна сережка стала чуть-чуть короче, чем вторая. Это, правда, не сильно заметно. Но в цепочке есть вот эти вот звенья. И вот одной звень... Звени? Или как? В общем, одна упала. Мы ее так и не нашли. И получается, одна сережка, она чуть-чуть короче, чем вторая. Вторая, которая целая, она в нормальном состоянии. А другая стала чуток покороче. Но я надеюсь, это тоже ювелир сможет исправить. Хотя фиг знает. Нам вот кажется, что ювелир может исправить абсолютно все. У меня был браслет. Очень красивый. И с братом, когда прикалывались, он что-то взял, как-то меня ударил. И браслет помялся. Я даже, знаете, в этот день абсолютно не расстроилась. Хотя это был мой любимый просто браслет. Я думала, ну, ювелир все исправит. Они же даже новые изделия делают. Что им стоит просто починить? Браслет. Который немного деформировался. На мое удивление, когда я пошла к ювелиру, ювелир мне сказал, что это только налом. Это исправить невозможно. Я, естественно, не поверила. Пошла к другому ювелиру. И другой ювелир мне сказал то же самое. И вот с тех пор я ищу этот же браслет. Браслет нигде не могу найти. Просто такого нет. Он такой шикарный был. У меня даже фотки не осталось. Супер браслет был. И вот с тех пор я поняла, что пустотелы ювелирные изделия лучше не покупать. Пусть даже сережки будут, знаете, небольшие, но они будут полновесные. И чтобы такой деформации проблем постоянно не было. Потому что ювелир может исправить не все. Или, возможно, я пошла не к такому хорошему ювелиру. Короче, пару ювелиров я обошла. Но оба они сказали одно и то же. Я, честно, не помню потом, куда делся этот браслет. То ли я его на лом сдала. Но, скорее всего, на лом сдала. Я не помню просто. Иногда я вот истории своего детства рассказываю. И тоже иногда с погрешностями какими-то. Я рассказываю, насколько я это помню. Но, возможно, это с какими-то погрешностями. Возможно, я помню не так, как это было. Потому что у меня реально отвразительная память. И ничего не помню. Как говорила наша учительница по истории, ваша группа говорит, как бочка бездонная. Сколько туда не наливаешь, все равно она пустая. Мы тогда посмеялись. А сейчас я ее понимаю, почему она так сказала. Шоколадная тоже классная. Чем-то мороженое напоминает. Еще в комментариях одна девушка написала, Айка, какая же ты красивая, белая. Наверное, у вас в Азербайджане это очень ценится. Наверное, ты среди всех этих девушек выглядишь очень классно, офигенно. У тебя столько поклонников, что ты такая беленькая. Так вот, спешу вас расстроить. Азербайджан – это не Африка. То, что это белое, это скорее, наверное, минус, чем плюс. Всем нравятся загорелые девчонки, копченые и так далее. И вот я решила, что этим летом обязательно я буду загорать. Я должна быть прям мулаткой. Я вам уже рассказывала, что один раз мне сделали замечание, что, блин, как тебе не стыдно ходить в шортах с такими белыми ногами. И вот после этого я реально немножко стыжусь этого. У меня уже знакомые подружки уже, прикиньте, уже начали ходить по соляриям. Я столько всего плохого слышала про солярий. Хотя на лазерную эпиляцию я хожу. Мне все нравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, девчонки, кто ходит в солярий, нравится ли вам эффект, советуете ли вы, как часто ходите, как долго эффект остается. В общем, немножко информации, кому не сложно. У кого есть время и желание написать, обязательно почитаю. Я очень хочу быть черной. Несмотря на то, что у меня карие глаза, я думаю, наоборот, подойдет, да? Карие глаза, сама такая черная. Я до этого тоже говорила, и опять же повторяюсь, девчонки, которые считают, что в Азербайджане ценятся белые девочки, вы сильно ошибаетесь. Наоборот, здесь девочки, которые темненькие, они даже в Инстаграме пишут, типа, черная девочка, там на азербайджанском это как-то звучит. Типа, я крутая, я черненькая. Это есть и заводской вариант, это такая. А если недавно, то есть альтернативные способы. Автозагар. Я попробовала. Подружка посоветовала. смотрю, у подружки прям нереально крутые ноги. И она мне посоветовала, я пошла купила. И вы знаете, у нее прям так равномерно, а у меня пятна, у нее еще руки плюс черные. Поэтому я думаю, лучше уж пусть будет солярий. Возможно, там тоже аппараты разные есть. В общем, кто что знает на эту тему, обязательно делитесь, будет интересно почитать. Скоро лето, кстати. Я сделала еще один закат с Шейна. Я в свою очередь поставила себе цель, что я за год сделаю всего два заказа. И по идее, уже третий месяц я ничего не заказывала. Сейчас я решила кое-что заказать, потому что скоро лето. еще и плюс хотела заказать косметику. Я не знаю, как у вас, у меня в ТикТоке постоянно в рекомендации выходит эта новая линейка Шейнглам, или как правильно. Вот. И мне хотелось попробовать тени, какие-то пудры и все остальное, что есть у Шейн новое. И так получилось, что я все закинула в корзину, и потом, когда уже оформляла заказ, мне пришло, что косметику нельзя заказать в ваш регион. Я немножко не поняла, почему так. Потому что одежду и все остальное можно было заказать. А именно косметику нужно было удалить из корзины, чтобы совершить заказ. Я немного не поняла, почему так. Потому что мне очень хотелось затестить там такие яркие свочи. В общем, что-нибудь обязательно придумаю. Причем я подумала, может быть, конкретно эти товары нельзя заказать. Попробовала поменять, но опять то же самое. Ой, как ты мог упасть так предательски. Влоги у меня закончились из деревни. Я сама вместе с вами с удовольствием пересматривала. Я публиковала влог, а потом сама сидела и смотрела его. И как все я сидела, думала, блин, надо было с этого ракурса поснять. Надо было это. А я там еще вот это делала. А я еще потом в конце наверху, а на верхней комнате там убиралась. Думаю, что я не засняла, не показала вам. Я просто выглядело так стрёмно. Думаю, не буду себя показывать в таком виде. Вот в городе даже если я не крашусь, я почему-то выгляжу лучше, чем в деревне. В деревне я на фоне этого старого дома тоже как старушка. Но атмосфера, вайп в деревне это, конечно, что-то с чем-то. То есть я не знаю, как вы, я лично кайфую от костров, которые мы там делаем, от дел, которые мы там проделываем, от соседей. У нас такие классные соседи. Вот реально очень хорошие. У нас соседка в первый день нам хлеб принесла, второй день там куда бы. В третий раз другая соседка там принесла пахлаву или как правильно это называется. Нет, не пахлава. Халва. Халва с орешками. То есть соседи очень сплоченные. Я это еще почувствовала, когда у нас бабушка умерла. Они все так помогали. И это реально очень круто. Круто, когда тебя окружают офигенные люди. На этом все, мои хорошие. Я наелась. Клубника была реально очень-очень сочная, вкусная. Размеры просто офигенные. Посмотрите, какой размер клубники. Еще плюс, она очень сладкая. Она абсолютно не резиновая. Почему-то в конце сезона она бывает какая-то резиновая. Возможно, нам просто надоедает клубника или под конец. Я не знаю почему, но вот так вот бывает. Всех люблю. С вами была Айка. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят в моей жизни. Пока!